В настоящее время мой муж отбывает наказание в республике Коми в колонии особого режима номер 8, это город Ухта. И я, честно говоря, просто в ужасе от того, что там происходит. И я думаю с ужасом, а как вообще живут люди там, у которых нет того, кто может за ним встать и кто будет о них заботиться и хоть как-то им помогать. Когда он уже там оказался, у нас возникли серьезные проблемы с его здоровьем. У него были воспаления, его переводили в больницу в тюремную, пытались оказать какую-то помощь, но в итоге ничего этого не помогало. Уже дошло до того, что ему была назначена консультация онколога. И я, понимаете, я всегда говорю, что если моему мужу что-то нужно, я понимаю, я сама медик, я в России живу, я понимаю, что нет там может быть какого-то снабжения там, я понимаю, что может не быть таких лекарств. Я пришлю, я куплю, примите. И вот это вот, передать какие-то лекарства вот за свои собственные деньги, это настолько большая проблема, что что-то принимают, что-то не принимают. И я просто, знаете, вот я просто в шоке вот от этой ситуации. Ну, собственно говоря, ситуация такая, что мой муж вообще не находился в той квартире в тот момент, когда все это случилось. Доказательств не было никаких абсолютно его вины, кроме, собственно говоря, его так называемой явки с повинной, на которой его в тот момент вынудили. А говорю я об этом настолько смело, потому что я сама была участницей этого процесса, то есть как бы мы жили вместе, я знаю, что его там не было. Я была свидетелем защиты, прошла с ним за ручку, что называется. Там все это следствие и суд, и все. Юля Киркач. Юля обратилась к нам в общем порядке, заполнив анкету, как делают многие. А потом она пришла к нам в офис. И стали узнавать подробно ее историю. Она, конечно, она страшна своей обычностью, с одной стороны, а с другой стороны она необычна, потому что из всего огромного потока людей, которые к нам обращаются, она очень выделилась. И она из тех женщин, которые бьются насмерть. О, привет! Привет! Привет, привет, привет! Ну, тебя тут... Видишь, я тебе тоже один принесла. Ой, классно! Спасибо! Здороваемся! Спасибо! Выходи, раздевайся. Она нам рассказывала истории, которые для нас стали вообще уже такими мемами, если их можно назвать, потому что когда мы говорим Юля Киркач, мы говорим историю с ботинками. У него в начале 2012 года был перелом, там нога еще не прошла до конца, он ее там травмировал. И после этого пошли осложнения. Сейчас у него остеохондроз голеностопного сустава уже третьей степени, пока он там находится, потому что фактически никакого лечения он там не получает. Вот. Было очень много всяких проблем там с тем, как передать ботинки, которые разрешены врачом. То есть ботинки разрешены, но передать я их не могла. Я уже не выдержала ничего, не помогала. Я собрала все эти бумаги, которые были, и отправила в администрацию президента. После этого ему там выдали уже эти ботинки. А вы знаете, я вот буквально сегодня, когда ехала сюда, в Русь сидящую, я думала, что столько нами сделано. То есть когда я, скажем так, написала первую жалобу, люди, которые худо-бедно как-то вот связаны с этой стороны жизни, меня спросили, а твой муж живой, ты не боишься, что из-за того, что вот вы жалуетесь, что с ним там что-то сделают, как-то ухудшатся в условии и так далее. А надо сказать, что я никогда ничего не делала вот так, чтобы вот сама вот я придумала и куда-то пожаловалась. То есть я человек импульсивный, конечно, я могу что-то решить, но без согласования с мужем, так, чтобы вот я что-то там сделала, ему там после этого навредили, а он ни сном, ни духом. То есть все, что я делала, все, куда я обращалась, у нас это было согласовано. И за это время мы все, хотя бы чего-то добились. Именно Роспотребнадзор Коми как раз и выяснил вот этот факт, что у него в медицинской карте есть освобождение от построения постоянно. То есть в результате того, что у него больная нога, он постоянно освобожден от построения. Они ему постоянно, значит, писали вот эти вот замечания о том, что он не строится. А так, если бы Роспотребнадзор не проводил проверку, мы бы об этом и не узнали. Сложилось так, что появились, естественно, знакомые по ту сторону забора. И я медик, и плюс уже так получилось, что сделала себе там в тех кругах определенное имя, что если в Синкоме позвонить и назвать мою фамилию, то там меня узнают, скажем так. И, естественно, это все расходится. То есть люди просто звонят, кто-то там обращается, просят помочь. И, естественно, в той компетенции, которой я владею, я пытаюсь помочь, пытаюсь там объяснить, куда можно обратиться. Она не боится, она пишет, она добивается, она выигрывает суды. Поэтому Юля человек сильный, Юля человек чуткий, Юля борец. И Юля при этом совершенно удивительная женщина, которая ждет своего мужа, который его дождется, потому что мы разменяли год, я говорю мы, потому что это стало уже таким общим нашим делом. И в следующем ноябре, в следующего года мы ждем ее супруга Дмитрия уже на свободе. Я думаю, что мы это отпразднуем. Субтитры создавал DimaTorzok